Здравствуйте! На библейский портал Эгезегет поступил вопрос, один из множества вопросов, связанных с эпидемией коронавируса, но который затрагивает отдельный аспект. Коронавирус — это беспрецедентный механизм манипулирования личностью? Ну, вопрос, прежде всего, тут надо переосмыслить немножко, потому что коронавирус — это название такое более простонародное, потому что необходимы некоторые уточнения, потому что сейчас угрожает нам особенный коронавирус, один из подвидов этого коронавируса. И это прежде всего вирус, который по своей форме, если под микроскопом рассматривать, имеет некоторую корону, и связанное с этим вирусом заболевание в теле человека. Тут, конечно, понятное дело, что переносится значение, в переносном значении употребляется коронавирус, то есть вот эта вся ситуация с эпидемией, с изоляцией, с мерами борьбы с эпидемией, с какими-то авторитарными действиями государственной власти, с накручиванием в СМИ и так далее и тому подобное. Что это может манипулировать личность? В принципе, попытаться можно. Но Господь говорит, говорит, причем он говорит ни много ни мало про одного из 12 самых лучших, самых талантливых, самых способных, самых умных людей на земле. Одного из 12 апостолов. Потому что Господь, естественно, когда пришел на землю в самый подходящий момент, избранный из всей истории человечества, и выбрал самых лучших людей. Причем он выбрал для чего апостола? Для того, чтобы они шли, проповедовали, то есть чтобы они людей убеждали, чтобы они людей наставляли, чтобы они людей направляли. То есть каждый апостол, это можно сказать, если он бы захотел, он бы манипулировал людьми лучшим образом, в своих интересах. Но вместо манипуляции апостолы, конечно, они проповедовали Христа. Но вот один из апостолов, Иуда Искариот, решает предать Спасителя. Это еще пока не сразу становится. Но тем не менее, Господь в 17 главе Евангелия от Луки говорит, сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазн, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мильничный жернов повесили ему на шее и бросили в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых стих. Понятное дело, что эти слова относятся в принципе к любому человеку, который искушает, который в свой грех втягивает не только себя самого, но и затягивает кого-то, развращает окружающих, вредит им, подталкивает к какому-то греху из своих интересов, из каких-то интересов корыстных, или просто потому что тяжело грешить одному, и охота кого-то тоже этой грязью замазать. Но прежде всего, конечно, толкователи относят эти слова к Иуде. Апостолу Иуде Искариоту, который предаст Спасителя. Да, что все равно эти искушения будут, все равно будут вот эти манипуляции. И один из главных манипуляторов, который поведет народ не ко Христу, чтобы они прославили Христа, а ко Христу, чтобы они его избили и отдали на смерть римским воинам, это тоже как раз будет один из этих апостолов. Поэтому, в принципе, что бы ни происходило, чума, коронавирус, война, гонение на церковь, неурожайные годы и так далее, всегда на фоне каких-то ситуаций может найтись человек талантливый, способный, которого Господь дал множество талантов, которым он может послужить людям, а он вместо этого может людям навредить. Поэтому Господь говорит, ну, невозможно не прийти соблазнам. Не нужно этого бояться, потому что мы живем в этом грешном мире. Но Господь же пришел в этот грешный мир Евангелия возвестить и сказать, что можно, несмотря на все вот эти соблазны, несмотря на все эти манипуляции, наследовать жизнь вечную и Царствие Небесное, и этого бояться не нужно. В другом месте Господь говорит про лжи Христов, лжи пророков, которые тоже восстанут и будут учить, отвращать людей от Христа. Поэтому прежде всего мы должны помнить, да, предупрежден Господом, значит вооружен уже, что действительно надо проверять. Я сам вот вижу вот сап-чат нашего прихода, начинают присылать какие-то сообщения, пересылки, нагнетают какую-то чепуху и спрашивают, а кто вам это сказал? А вы знаете человека, который переслал? Ой, нет, нет, вот кто-то что-то там сказал и так далее. Главное нам не то, что манипуляции вокруг нас есть, а поддаемся мы ли им? Принимаем ли мы их? Берем их, проверяем, проверяем через соответствие Слову Божию, если это духовные вещи, через соответствие уже каким-то вещам научным, если это вещи позиционируют себя как научные. Консультируемся ли мы со специалистами? Или мы берем и не помним слова Спасителя, что надо, конечно, быть кроткими, как голуби, но мудрыми, как змей. И еще очень важные слова, что лучше бы было, чтобы мельничный жернов одели и бросили в море, чем если кто соблазнит из малых сих. То есть ты взял и даже невольно, поучаствовав в манипуляции, взял и какую-то чепуху, взял и полученную тебе, пришедшую на телефон, прочитанную в интернете, какой-то ролик просмотренный, берешь и пересылаешь его тоже кому-то из своих близких. Это ж ты, получается, поучаствуешь. Да, конечно, ты не тот самый манипулятор, но ты его уже стал невольным, подручным. Тоже поэтому надо быть аккуратным. Конечно, христианский главный совет, прежде чем чего-то сделать, надо помолиться. А русская народная пословица нашего народа, богоносца, говорит, семь раз отмерь, один раз отрежь. Поэтому прежде чем что-то принять, что-то переслать, чему-то подчиниться, какому-то указанию, услышанному из СМИ или в какой-то рассылке, или сказанную каким-то политическим даже лидером и так далее. Надо помолиться, причем не один раз, подумать хорошенько и потом уже действовать. Божьей помощи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!